Вот я не знаю, как вам, а у меня в глазах двоится здесь. Текст нормально виден? Не обращать внимания, понял. Ну что ж, всем добрый вечер уже. Меня зовут Сергей Николенко, и я расскажу вам, как видите, о глубоких архитектурах для обработки естественного языка. Deep architectures for natural language processing. И на самом деле этот доклад – это такая сокращенная часть полуторачасовой лекции, из которой я вырезал все то, что, скорее всего, и без меня рассказала Аня Потапенко только что на втором этаже про Word2Vec. И вырезал то, что, скорее всего, расскажут после меня, а именно после меня планируется доклад о Google Translate, о машинном обучении, о машинном переводе, и поэтому часть о машинном переводе я тоже выпустил. Об этом вы услышите от первого источника. А мы с вами поговорим о разных других глубоких архитектурах, связанных с естественными языками. Итак, обработка естественного языка – это большая и сложная наука. в ней много-много разных задач. И все эти задачи, как ни странно, довольно непростые. Здесь я, конечно, не пытался привести исчерпывающий список, но какое-то общее представление о том, какие бывают задачи обработки естественного языка, просто чтобы нам начать с чего-то разговор. Общее представление такое. Там бывают задачи, которые выглядят очень хорошо определенными, но они и есть хорошо определенные, но и выглядят очень синтаксическими. Ну, например, разметка частей речи или морфологическая сегментация, где у слова приставка, где у него суффикс. Или, скажем, парсинг, построение дерева разбора, дерево синтаксического разбора для того или иного предложения. Здесь есть четко определенные правильные ответы. Это очень хорошо, можно строить датасеты. Но на самом деле все эти задачи, хотя мы, конечно, со временем умеем их решать все лучше и лучше, они все все равно в конечном счете упираются в семантику. И всегда оказывается, что для того, чтобы решить даже такие хорошо определенные задачи, которые кажутся простыми и буквально созданными для машинного обучения, все равно надо понимать текст. С пониманием пока очень сложно. Второй класс задач, вот тут уже как бы понятно, что они семантические, но они все равно еще хорошо определены. Это, ну, например, анализ тональности, sentiment analysis. Вам дан, не знаю, отзыв о продукте, вы хотите предсказать, хороший это отзыв или плохой. Совершенно понятно, как выглядит целевая функция, как выглядит датасет. Там иногда отзывы сопровождаются звездочками, и можно просто намайнить таких отзывов. Но понятно, что эта задача требует какого-то понимания. Она требует понимания семантики. И опять же мы решаем ее все лучше и лучше, но до понимания пока далековато. И, наконец, есть третий класс задач, в которых текст нужно порождать. И когда текст становится нужно порождать, там уже совсем все плохо. Там уже совершенно непонятно, как результат оценивать. Ну, я думаю, вам об этом расскажут в следующем докладе, потому что в машинном переводе эта проблема тоже встает в полный рост. Ну, в общем, существующие метрики, как мы увидим чуть позже, они приводят к работающим системам, но они пока еще довольно далеки от истины. И как решать эти задачи, это совсем пока в основном открытые проблемы. Ну вот, это что касается постановок задач. Мы, естественно, будем рассматривать какие-то конкретные примеры в течение доклада. Теперь, что касается методов, которыми их решают, методов, о которых я буду рассказывать. Ну вот, честно скажу, чтобы понять то, что происходит дальше, желательно, чтобы вы уже заранее знали все то, что написано на этом слайде. То есть желательно, чтобы вы уже знали, что 10 лет назад произошла революция глубокого обучения. Мы научились распространять градиенты через… Ну, мы всегда умели распространять градиенты, но мы научились приходить в разумные, локальные минимумы и максимумы сложных функций, заданных большими глубокими сетями. С тех пор наши умения становились все лучше. И сейчас есть много разных уже давно стандартных архитектур, которые работают и которые, в частности, можно использовать для обработки естественного языка. В основном для NLP используются или рекуррентные архитектуры, причем, как правило, не стандартные рекуррентные сети, а рекуррентные сети, составленные из юнитов вроде LSTM или GRU, которые, по сути, решают проблему затухающих градиентов. У них есть возможность пропустить через себя градиент без изменений. Или при помощи сверточных сетей. Опять же, поля моего доклада слишком узки, поэтому я просто предполагаю, что вы знаете уже и что такое рекуррентные сети, и что такое сверточные. Дальше. Один из важных этапов в развитии самого современного NLP был, когда начали хорошо работать распределенные представления слов. Эту часть своего доклада я тоже, конечно же, пропущу, потому что только что был подробнейший доклад о модели Word2Vec, самой популярной из моделей распределенных представлений. Но если в двух словах, то смысл в том, что для каждого слова мы можем обучить некий вектор размерности обычно 2-3 сотни. И этот вектор размерности 2-3 сотни, как оказывается, как сказать, captures довольно немалую толику семантики, которая есть в исходных словах. Ну вот, как бы тут несколько примеров каких-то ближайших соседей в этом пространстве Word2Vec. Но надо понимать, что... Единственное, что про это надо понимать, это что все-таки близость в этом пространстве — это не то же самое, что синонимичность. Вот, например, стандартный пример, ближайший сосед к слову синоним — это слово антоним. Скорее, близость понимается... Надо понимать так, что эти слова могут быть взаимозаменяемы в разных локальных контекстах, могут встречаться в одинаковых окошечках. Ну, как бы то ни было, мы будем предполагать, что у нас есть какая-то волшебная модель, которая для каждого слова выдает длинный вектор. И этот вектор — это хорошее представление слова, хорошее непрерывное представление. Как его использовать? Ну, если вы откроете даже буквально, я не знаю, первые же тьюториалы по современным библиотекам вроде Keras, в которых реализованы стандартные примитивы нейронных сетей, вы увидите там что-нибудь в таком духе. Вы увидите рекуррентную сеть, составленную из LSTM ячеек, и эта рекуррентная сеть делает что-нибудь с текстом. Например, делает sentiment-анализ, анализ тональности. Это, в общем-то, стандартный подход. То есть, если просто взять слова, превратить их в векторы, этого тут на картинке не нарисовано, к сожалению, превратить их в векторы, и дальше на этих векторах запустить какую-нибудь рекуррентную сеточку, то это неплохой бейслайн для многих задач. Особенно для задач, связанных с пониманием коротких текстов. Ну вот, например, sentiment-анализ одного предложения. Часто все становится еще немножко лучше, если вместо цепочки LSTM ячеек или GRU ячеек, которые идут в одну сторону, сделать цепочку ячеек, которые идут в две стороны. Так называемые двунаправленные, bidirectional, ну, рекуррентные сети. Тогда что у нас получится? Тогда получится, что для каждого слова есть как бы контекст, приходя... А, у меня нет указки, ладно. Для каждого слова есть контекст, приходящий слева, и контекст, приходящий справа. То есть каждое слово можно представить в виде закодировать. Для обработки каждого слова есть контексты слева и справа в текущем коротком тексте. Это хорошо. Обычно потом эти контексты просто конкатинируются, и дальше уже с ними делается что-то дальше. Ну, уже предсказываются целевые переменные. И, наконец, такая внушительная картинка, но на самом деле она довольно простая, если в ней разобраться, но мы не будем в ней подробно разбираться. И, наконец, из таких слоев можно сделать глубокую сеть. Я обещал глубокие архитектуры. Ну вот, можно запустить цепочку LSTM ячеек и на выходах этих LSTM ячеек запустить еще одну цепочку LSTM ячеек, а потом еще одну. И получится такая уже сеть с несколькими уровнями, которая, ну, как бы, наверное, должна бы работать получше, чем сеть с одним уровнем, если достаточно данных, если достаточно терпения у вас, чтобы ее обучить. Единственное замечание, которое я хотел про это сделать, в том, что все-таки в рекуррентных сетях по сравнению с сверточными, ну, поскольку рекуррентные сети сложнее, в них больше весов, и как-то структура, она более хрупкая получается, совсем глубокие сети рекуррентные люди обучать пока не умеют. Ну, может, вчера научились, я не знаю, но вот еще недавно не умели. То есть сверточные сети уже давно исчисляются десятками уровней, а то и сотнями, а рекуррентные исчисляются единицами. Типа вот в домашних условиях вы вряд ли сумеете обучить что-то больше, чем 3, 4, 5 уровней. Ну, вот, может быть, в следующем докладе вам расскажут, как Google Translate умудрился обучить 8 уровней. И это вот state of the art. Но, тем не менее, это, конечно, полноценная глубокая архитектура. И еще одно такое общее тоже продвижение, которое недавно случилось в этих общих архитектурах, это добавление внимания, attention. Опять же, я подробно не буду, потому что подозреваю, что об этом будет подробный рассказ в следующем докладе, но смысл в том, что сеть внимания это просто такая маленькая нейронная сеточка, ну, часть, компонент вашей нейронной сети, большой, которая производит, ну, фактически она производит коэффициенты какой-то линейной комбинации, ну, а интерпретировать их надо так. Эта маленькая сеточка рассказывает вам, пытается предсказать, на какую часть текста, на какую часть последовательности вот сейчас надо смотреть. Такие сеточки были придуманы, если я не ошибаюсь, в контексте как раз машинного перевода и очень успешно применялись к любым архитектурам, где есть энкодер, декодер, и из энкодера получается свернутое представление текста, и оно потом разворачивается декодером в какое-то другое представление. И об этом речь пойдет наверняка через полчаса. А мы давайте будем двигаться дальше. Значит, по плану. О чем я хотел вам рассказать в основном? В основном я хотел рассказать о разных глубоких архитектурах, которые возникают именно для нужд задач обработки языка, то есть которые были мотивированы задачами Natural Language Processing. И первый вопрос, на который стоит ответить, на который мы уже на самом деле начали отвечать, это вот я говорил, что есть отличная модель Word2Vec или отличная модель Guav, которая производит распределенное представление слов. То есть для слов есть векторы, и эти векторы находятся друг с другом в очень хорошем, правильном соотношении. Но что с ними делать дальше? Как правило, нам нужен не вектор одного слова. Очень редко в каких задачах нужен вектор одного слова. Хотя такие тоже есть. Но, как правило, нам нужны векторы или какие-то представления, соответствующие кусочкам текстов. Предложениям, твитом, каким-то коротким текстом обычным. Поэтому очень естественный вопрос, как скомбинировать вектора слов в вектора более длинных кусочков текста. И здесь, опять же, начну с практического совета. Очень неплохой бейслайн, оказывается. Обычное усреднение или суммирование этих векторов. Кажется, что это не должно работать, кажется, какой-то бред, но на самом деле очень неплохо работает. Ну, естественно, для коротких текстов. Конечно, если усреднить вектора в вине и мере, ничего хорошего не выйдет. Но вот для твита очень ничего. Скорее всего, это связано с той линейной структурой в пространстве векторов, которая там сама собой появляется и о которой я рассказывать не буду. Но смысл в том, что хороший бейслайн просто взять и усреднить. А дальше, конечно, люди стали придумывать более интересные и сложные методы. Вот прямо в исходных статьях, которые описывали Word2Vec, был и метод, как обучить вектор, ну, так сказать, менее локального контекста. То есть к каждому окну, например, из абзаца добавляется еще вектор, соответствующий этому абзацу. И он тоже обучается. И на выходе получаются вектора для каждого абзаца в тренировочном множестве, но это, казалось бы, бессмысленно. Но и получается процедура достаточно эффективная, которая позволяет обучить этот вектор для нового абзаца, зафиксировав вектора слов. То есть получается, что мы как бы можем глобальный контекст тоже выразить в виде вектора той же размерности. Следующая идея. Вот это, наверное, первая архитектура, именно новая совершенно архитектура глубокой сети, которая мотивирована задачами NLP. Вот это первый такой уже настоящий пункт нашего плана. Это так называемые рекурсивные нейронные сети. Не путать с рекуррентными. Почему не путать, в чем разница? Ну, собственно, во всем. Рекурсивная сеть, она считывает не последовательность от дерева. В частности, очевидная мотивация это считывать синтаксическое дерево разбора того или иного предложения. И получается, что если вы умеете строить… Я не буду вдаваться в детали каждого из этих подходов. Тут везде есть ссылки. Вы можете потом скачать эти слайды на моей страничке и так далее. У меня доклад очень короткий, времени очень мало, очень обзорный. Так вот, получается, что рекурсивные сети прекрасно решают всякие задачи, связанные с оценкой каких-нибудь функций на предложениях, ну, скажем, с анализом тональности, то тем же самым. Это такой очень стандартный пример разумно поставленной задачи в NLP. И, ну, например, вот фильм был не очень хороший. Хорошее – это хорошее слово, да, потом очень хорошее, очень само по себе нейтральное слово, но это такой модификатор, который из хорошего слова делает очень прям хорошее слово, да. Но дальше, смотрите, вот дальше следующий элемент этого синтаксического дерева – это не. И не должно, ну, как бы, типа инвертировать оценку. И постепенно, значит, эта оценка снизу вверх так вот обобщается и приходит в негатив. Хотя начиналось… Хотя слова тут, в общем, хорошие. Вот. И, конечно, это прекрасно работает, если у вас есть эти деревья разбора. И, более того, это направление до сих пор продолжается. Есть глубокие рекурсивные сети. Я обещал глубокие архитектуры. Вот есть глубокие рекурсивные сети, где суть, естественно, такая же. Тоже у вас есть дерево, просто теперь у вас несколько уровней, несколько копий этого дерева друг над другом. И более высокие уровни, ну, интуитивно пытаются какие-то более сложные закономерности там понимать. Но это все очень хорошо, если есть деревья разбора. Откуда их брать? Это отдельный вопрос, который мы тоже через пару минут затронем. Еще одну вещь хотел упомянуть, прежде чем идти дальше. Есть разные модификации. Я не знаю, рассказывал ли об этом Аня. Есть разные модификации Word2Vec, ну, и вообще распределенных представлений, которые, ну, один класс модификации использует дополнительную информацию. Скажем, есть классические, в классическом Word2Vec можно заметить, что между некоторыми словами появляются такие линейные взаимоотношения, которые имеют семантический смысл. Типа там Россия минус Москва равно Франция минус Париж примерно. Ну вот, можно попытаться такое свойство специальным регуляризаторам искусственно дополнять, искусственно вставлять в распределенные представления и просто добавить им какую-нибудь базу знаний. Такие базы существуют. И пытаться сделать так, чтобы разные отношения в этих базах знаний представлялись конкретными векторами. Очень интересная работа. А вторая большая проблема векторов состоит в том, что у них плохо с аммонимами. Ну и вообще с тем, что слова имеют много разных значений. Для одного слова, естественно, обучается только один вектор стандартной реализации. И это не так просто. То есть получается, что у вас у слова несколько смыслов, причем вы не только не знаете… Это не просто скрытая переменная, про которую вы не знаете, в каком смысле слово сейчас употребилось. Но более того, вы даже не знаете, сколько этих смыслов у слова. То есть это такая должна быть какая-то непараметрическая, то, что называется, модель. И вот один из прорывов в этом направлении был сделан как раз в России в группе Дмитрия Ветрова. Вот Сергей Бартунов был там главным автором. Естественно, я не буду подробно рассказывать, что именно он сделал. Окей. Мы поговорили о том, как собирать векторы в представлении предложения. Мы к этому еще вернемся. Но сначала, чтобы закрыть тему представлений, так сказать, слов, давайте пойдем в другую сторону. Дело в том, что еще один минус обычного вортувека состоит в том, что он никак не учитывает состав слова. Он никак не учитывает то, что слово состоит из буквок. А мы с вами учитываем. Вот, например, сейчас, конечно, уже больше ссылок в гугле на это слово, потому что я уже читал похожие доклады. Но когда я впервые придумал для доклада и загуглил слово polydistributional, оно дало 48 результатов. Это значит, что я вот просто готов ставить много денег, что ни один из вас, если не видел моих докладов раньше, не видел этого слова никогда в жизни. Тем не менее, я думаю, что практически все из вас примерно понимают, что оно значит. Соответственно, ну и там на самом деле среди результатов была одна научная статья, в которой оно употреблялось, употреблялось без определения, просто как такое обычное английское слово. И, в общем, действительно, оно значило именно то, что вы все подумали. Соответственно, было бы клево, если бы компьютер тоже так умел. И давайте вот эту часть я тоже немножечко проглочу, потому что это не очень имеет прямое отношение к нашей теме сейчас. Но есть много интересных моделей, которые начинаются с отдельных символов. И здесь есть два таких главных подхода. Один подход – это строить какую-нибудь рекуррентную модель на самих символах. А другой, вот что я хотел упомянуть, интересный подход к кодированию слов – это так называемые 3-gram embeddings. То есть вы берете слово и представляете его в виде всех подстрочек по 3 символа. Ну, 3 – это такая константа, которая кажется случайной, на самом деле, конечно, не случайной. 4 слишком много, 2 слишком мало. Смысл в том, что если разбить слово на 3-граммы такие, то вот этот набор 3-грамм, даже если забыть про порядок на них, он все равно будет очень хорошо определять это слово. Придумать коллизию между этими двумя, между такими представлениями, вот как мешок таких 3-грамм, очень-очень трудно, очень трудно. Я даже не сумел. В статье пишут, что из 5 миллионов слов, среди которых есть всякие опечатки и тому подобное, у них попалось 22 коллизии. Но ни одного конкретного примера не приводит. В общем, короче говоря, получается фактически уникальное представление, а это значит, что мы можем забыть про порядок и представлять слово как вектор из таких 3-граммок. Ну, то есть как вектор, такое one-hot представление, какие 3-граммки в нем присутствуют. И это здорово. И, конечно, третий подход – это использовать сверточные архитектуры. Тоже можно начинать с буквок и пытаться их как-то сворачивать. Про это я подробно не буду. Вот пример архитектуры современной модели, начинающей с отдельных букв. Здесь есть распределенные представления отдельных символов, и они потом как-то сворачиваются, и это пропускается через какой-то highway network, про который я не буду сейчас рассказывать, и потом сверху еще что-то рекуррентное. И это все как-то работает чуть лучше, чем раньше. Ну, сейчас, видимо, хорошее время, чтобы сделать небольшую смешную паузу. Это спасибо Артуру Кадурину, который мне эти примеры прислал. Значит, можно, конечно, сделать совсем простые вещи. Можно, например, построить языковую модель на отдельных символах, просто предсказывая следующую букву по предыдущим. Ну, тоже какой-то рекуррентной сети. И если это хорошо обучить, то, конечно, это не имеет никакого отношения к настоящему пониманию текста. Это просто какие-то кратковременные зависимости. Но получается очень смешно. Вот, например, на базе данных порошков получилось, что модель неплохо поняла, какой у них ритм, какой размер порошков. Это вот довольно удивительно. Вот. Хорошо, идем дальше. Значит, есть довольно естественная идея, довольно естественная идея общего подхода к тому, чтобы вообще работать с текстами, состоит в том, чтобы представить, сначала сделать какое-нибудь представление вроде того, о котором я говорил, а потом сделать такую вот сверточную сеточку из нескольких слоев. И это представление было доведено до успеха в Microsoft Research. Они сделали вот такие сверточные архитектуры для самых разных задач. Но вот как бы центральной их идеей было то, что при помощи таких архитектур можно обучаться, скажем так, похожести двух разных текстов. То есть можно построить одно представление короткого текста, другое представление короткого текста, и если они должны быть похожи, то объединить их, а если они не должны быть похожи, то наоборот простощить их подальше. И в частности, этот подход можно применить, это называется DSSM, Deep Structured Semantic Models, и в частности этот подход можно применить к информационному поиску. Основное на самом деле применение. То есть мы будем строить представление документов и запросов поисковых и сводить их вместе, если документ релевантен этому запросу, и наоборот разводить подальше, если не релевантен. Получается, ну, как обычно в поисковиках, получается еще одна куча фич, которая можно засунуть в какой-нибудь черный ящик и немножко улучшить качество поиска. И вот сначала это Microsoft Research опубликовали, потом не так давно, в ноябре 2016 года, Яндекс признался, что у них тоже работает, и они тоже так делают. Деталей сверх поста на хабре, я не знаю, если честно, об этом. Давайте это я пропущу, потому что время. Идем дальше. Теперь давайте поговорим о нескольких более конкретных задачах. Одна задача, которую я тоже, наверное, пропущу, это, собственно, построение синтаксических деревьев. Я здесь, знаете, что скажу? Я здесь вот покажу один пример на русском языке, чтобы продемонстрировать, что построение синтаксических деревьев это такая сложная задача. Вот я нашел этот пример, как видите, Евгения Онегиня. На столик ставят ващиной кувшин с брусничной водой. Можем попробовать построить дерево-разборы этого предложения. И у нас возникнет такой вот вопрос. Ну, тут много чего очевидно, конечно, но потом возникнет вопрос, а вот ващиной — это кувшин или столик? Тут как бы есть два существительных, к которым это может относиться. И легко видеть, что так вот, если на структуру предложения смотреть, то скорее-то кувшин. Ну вот представьте, что там был бы, скажем, стеклянный. На столик ставят стеклянный кувшин с брусничной водой. Но вряд ли у вас при этом предложении возникает образ стеклянного столика. Хотя такие существуют. Видите, чтобы правильно разобрать это предложение, нужно как бы вот понимать что-то про окружающий нас мир. Нужно понимать какую-то семантику. Нужно понимать, какие бывают столики, какие бывают кувшины. Это нелегко. И это то, чего мы пока не умеем. Большая проблема в искусственном интеллекте — это именно какой-то набор общих знаний, которые у нас у всех есть, просто потому что мы люди, и мы росли в этом трехмерном мире, взаимодействовали с предметами, ставили кубики друг на друга, смотрели, когда они падают. И вот эту вот интуитивную физику, и еще тем более интуитивную психологию, о том, что вокруг нас другие люди, которые имеют свои намерения, это очень сложно передать компьютеру. Это пока такой фронтир искусственного интеллекта. Ну а что это делает в этом докладе? Люди придумали новые глубокие архитектуры для того, чтобы делать синтоксический разбор. Это были глубокие нейронные сети, которые работают со стэком. Обычно лингвистические такие парсеры, они строят какой-то стэк. Суть парсера в том, чтобы правильно запихивать кусочки предложения в этот стэк и доставать их оттуда, объединять в правильном порядке. Ну вот, можно пытаться управлять этим стэком при помощи нейронной сети. Оказывается, это тоже работает. Дальше. Следующая большая задача, которую хочется обсудить, это построение диалоговых моделей. Построение моделей, которые могли бы разговаривать с человеком. Ну, типа, пока мы не говорим о том, чтобы проходить тест тьюринга, хотя это такая странная цель на самом деле. Но разговаривать с человеком и приносить пользу человеку, с ним разговаривая. То есть интуиция здесь должна быть в каком-то такой… для какого-то чат-бота на каком-нибудь сайте, которого вы можете о чем-то спросить, и он вам что-то в попад ответит. Вот. И тут в полный рост встают основные проблемы всех этих очень сложных задач обработки естественных языков. Вот это очень интересный результат, недавний и очень такой естественный, казалось бы, но очень недавний. Смотрите, для такого рода задач, когда мы должны сгенерировать текст, трудно придумать, какая должна быть целевая функция, чего мы, собственно, хотим. И обычно как делают? Обычно строят… Ну, обычно у нас есть датасет, в который размечен, и в котором есть, ну, как бы правильные ответы. То есть для машинного перевода совсем очевидно, у нас есть датасет предложений, скажем, с переводами предложений. Ну, для диалогов это был бы датасет реплик с ответными репликами. Ну, то есть, собственно, диалог, из диалога можно сделать такой датасет. И вот естественные метрики, которые люди придумывали, это метрики, которые оценивают, насколько ответ программы, сгенерированный программой текст, похож на тот, который в датасете. И для машинного перевода это хорошо работает, действительно, хотя тоже не идеально. А вот для диалоговых моделей такая интересная табличка, она показывает вот здесь вот эти вот числа в колонке Spearman и Pearson. Это корреляции, самые обычные корреляции, корреляции между оценками, которые выданы той или иной автоматической метрикой, и оценками, которые оценивали люди. То есть, ну, можно попросить человека оценить качество диалога, скажем, да, насколько в попад отвечает система. И оказывается, что они как-то нифига не коррелируют. То есть, оказывается, что даже самые лучшие модели типа Blue, они имеют корреляцию в районе 0.35, при том, что это возможно. Теоретически это возможно, потому что если нескольких людей попробуют скоррелировать друг с другом, корреляция получается порядка 0.95. То есть, ответ там какой-то есть, но как к нему подобраться, мы пока не знаем. И тем не менее, даже с такими метриками люди все равно строят диалоговые системы. Что же поделать? Строить-то надо. И в целом диалоговая система — это такая задача обучения последовательность в последовательность. На входе одна реплика, на выходе другая реплика. Давайте я покажу просто картинку. Обычно нынче это делается при помощи разных вариантов так называемых иерархических энкодеров-декодеров. H-RED. То есть, что здесь нарисовано, условно говоря? Нет, не вижу. Слева направо идет диалог. Вот снизу реплики, которые поступают к нам, реплики нашего собеседника. Мы берем и какой-нибудь там, ну скажем, рекуррентной сетью, необязательно, кодируем их, то есть превращаем в такое вот компактное распределенное представление, о котором я всю дорогу говорил. Дальше мы добавляем к этому контекст. Контекст — это то скрытое состояние, которое пришло из всей истории нашего диалога. Это тоже какой-то вектор. И их вместе подаем в декодер, а декодер берет вот эти скрытые состояния и пытается развернуть их опять в текст, то есть генерировать ответ. Вот обычно все эти системы примерно так и работают. И про машинный перевод вам тоже будут такую же схему, я думаю, рассказывать. Вот. Давайте я пропущу обзор разных расширений. Но смысл, который я хотел здесь передать, не в том, чтобы рассказать про каждую из этих статей, а в том, чтобы просто сказать, что все эти области, они очень быстро развиваются. И статьи выходят буквально каждые пару недель новые, интересные. А уж неинтересных еще больше. И как бы сейчас очень горячее и хорошее время для того, чтобы заниматься обработкой естественного языка при помощи нейронных сетей. И последний сюжет. Последний сюжет — это ответ на вопросы. Значит, в чем смысл? Смысл здесь вот в чем. Ну, возможно, вы все слышали о том, что когда-то давным-давно, я уже не помню в каком году, IBM Watson обыграл кого-то в Jeopardy. То есть по-русски это своя игра называется. То есть, казалось бы, компьютеры очень давно отвечают на вопросы лучше людей. Но нет. На самом деле нет. Компьютеры очень хорошо отвечают на вопросы. Ну вот Google очень хорошо отвечает на вопросы. Ваш запрос — это такой, ну как бы, прото-вопрос, да? И этот прото-вопрос, вот Google очень хорошо умеет давать ответы. И, в принципе, это можно доработать до системы, которая действительно вытаскивает знания из какой-то базы знаний. Ну, скажем, из Википедии. То есть научиться отвечать на вопросы «Назовите столицу Франции» или «В каком году родился Владимир Владимирович Путин» на такие вопросы натренировать систему достаточно легко уже давно. Но вот любые вопросы на понимание текста, любые вопросы, которые требуют какого-то рассуждения, они становятся безнадежно сложными для компьютеров пока что, для наших моделей. Вот здесь показаны примеры заданий из стандартного датасета для отвечания на вопросы. И, как видите, ну вот смотрите, например, самая первая Мэри пошла в ванную. Джон вышел в коридор. Потом Мэри переместилась в офис. Где сейчас Мэри? Нужно ответить, что в офисе. И вот такого рода, значит, вопросы составляет этот датасет. И оказывается, что нет, наши модели не умеют очень уж хорошо на них отвечать. Ну, на многие из таких уже умеют, но все еще далеко не на все. И модели, которые сейчас разрабатываются для отвечания на такого рода вопросы, это модели, которые в основном решают вот какую задачу. Тут надо помнить контекст того, что происходило раньше. И уметь доставать правильную часть контекста. То есть доставать то, что сказано именно про Мэри, а не про Джона. И поэтому сейчас на такие вопросы отвечают при помощи так называемых сетей с памятью. Memory Networks, которые, ну, в которых есть память. И при помощи нейронных сетей, давайте, я не буду это подробно объяснять, при помощи нейронных сетей мы как бы этой памятью управляемся. Мы обращаемся к тому или иному, к той или иной части входа, который мы типа идеально запомнили и пытаемся к нему перейти. Это я все пропущу. И, конечно, отвечание на вопросы – это, конечно, пока еще далекое будущее для нас. Отвечание на такие настоящие вопросы, которые требуют понимания текста. Но я всегда в русскоязычной аудитории заканчиваю этот рассказ на примере замечательного датасета для ответов на вопросы. Вы, наверное, знаете игру «Что, где, когда». Игра «Что, где, когда» по телевизору выглядит вот так. Но есть большое движение спортивного «Что, где, когда» так называемого, которое обычно выглядит вот так. Но там правила ровно те же, просто команды соревнуются друг с другом. Они отвечают на одни и те же вопросы и меряются, кто больше ответил. А так все точно так же. Такой же примерно стиль вопросов. Тоже минута, тоже шесть человек. И, наверное, самое полезное, что движение спортивного «Что, где, когда» делает для человечества – это так называемая база вопросов, в которую кладутся все, ну не все, но подавляющее большинство сыгранных на каких-то турнирах вопросов. И в ней уже под 300 тысяч записей, что очень немало. Там есть вопросы разных видов, но как бы есть, например, вопросы своей игры. Ну то есть той самой Jeopardy, но по-русски. Обратите внимание, что вопросы русской, русскоязычной своей игры, они, как правило, гораздо больше на соображение, чем вопросы англоязычной Jeopardy. Я, к сожалению, что-то не догадался привести в пример. Но там часто такие тривия-вопросы, типа кто в таком-то году что-то сделал или что-то в таком духе. А здесь именно вопросы, где надо подумать. Ну вот, например, в каком году в России было собрано 5,3 миллиарда пудов зерновых? Кто может ответить? У меня одна минута осталась. Вот вопрос аудитории. Тема России в начале 20 века. Каком? В 13-м, совершенно правильно. Обратите внимание, чтобы ответить на этот вопрос, нужно владеть гигантским контекстом. То есть если вы не сможете нагуглить буквально 5,3 миллиарда, давайте предположим, что все-таки не получилось, то вам нужно владеть гигантским контекстом о том, что да, вот в Советском Союзе все время сравнивали с 13-м годом, поэтому, наверное, если нас спрашивают о какой-то статистике в начале века, то это 13-й год. И это такое, согласитесь, вероятностное рассуждение. И сложное. А есть и вопросы, что, где, когда. Вопросы, что, где, когда, они еще более далеки от тривии. И, наверное, я закончу на том, что просто оставлю этот слайд здесь. Вы можете подумать над примерами вопросов, если хотите. Ну и, наверное, в заключение скажу, что прогресс, который принесли глубокие нейронные сети, он, конечно, гигантский во многих областях. В распознавании речи, в обработке изображений и так далее. Ну вот, там, Facebook умеет распознавать лица уже примерно как мы с вами, а то и лучше. Но в области обработки текста, хотя тоже был большой прогресс, и он продолжается, и прогресс все больше и больше, и сейчас мы с вами услышим следующий доклад о таком прогрессе, а все-таки до именно понимания текста еще довольно далеко. И текст остается пока достаточно человеческим делом. И это хорошо, дерзайте. Есть место, куда расти и что исследовать. Всем спасибо. Минутку внимания. Пока мы подключаем Майка Шустера, вы можете позадавать вопросы Сергею, но мы немножко выбиваемся из описания, поэтому… Короткий вопрос. Сергей, скажите, вот все проблемы, которые вы описали, для естественных языков, для перевода с одного языка на другой, вы тоже, как вы, да, занимаетесь, они актуальны для перевода языков программирования из одного в другой? Вряд ли. Ну, то есть, как вам сказать, вот если вы возьмете… Давайте я так отвечу на этот вопрос. Если вы возьмете вот ту странную, глупую рекуррентную сеть, которая предсказывает следующий символ, и тренируете ее на коде на C, то в принципе нет ничего невозможного в том, что на выходе получится почти компилирующийся код на C. Есть такие примеры. Но мне кажется, что понять, что делает программа, от этого мы пока тоже довольно далеки. И от того, чтобы программу конвертировать во что-то, что делает то же самое, это, мне кажется, очень-очень сложно. Здрасте. А такой вопрос. Вот Sense2Vec, который… Ну, логичное развитие Word2Vec. Если я правильно помню, ну, вот я хочу уточнить. Там проблема в том, что параграф выучивается по трейнсету, но когда мы подаем новый параграф, нам надо заново обучать имбеддинг его вроде. Да, нам нужно заново обучать его имбеддинг, но это не то, чтобы проблема. То есть, в принципе, процедура такого обучения, если имбеддинг и всех слов фиксировано, она довольно простая. Не, ну, имеется в виду на лету по сравнению с LDA и старыми… На лету можно, можно на лету, можно, да. Вам не кажется, что задача понимания семантики в целом в таковой постановке неразрешима, потому что, как вы сказали, пока мы не обучим нейронную сеть, что такое стеклянный, что он разбивается, то есть у нее нет данных, чтобы это понять. Совершенно верно. Это моя проблема. Так это не проблема, это получается некорректная постановка задачи. Нет, ну, может быть, я как-то неправильно выразился. Естественно, я не имел в виду, что наши сети должны взять Евгения Онегина и из него сделать вывод о том, какой бывает столик. Конечно, нет. Проблема именно в том, как вот это знание передать нейронной сети. Я просто, когда всегда размышляю на эту тему, представляю маленького ребенка, который ничего не знает изначально. И вот как он поглощает данные. Получается, что пока он стекло не разобьет, он не узнает, что оно бьется, что это стекло. То есть то же самое, по сути, как бы в этой ситуации. И мне кажется, тут нужно кардинально вообще менять подходы. Ну, вы знаете, вот тут как бы вопрос сложный, короче говоря. Как учится ребенок, это большой вопрос. То есть, ну, дети не так уж много видят в своей жизни к тому моменту, как они уже неплохо разбираются в окружающем мире. И у детей очень рано возникает вот эта интуитивная физика. Там к году у них уже прекрасно возникает понимание, что во что помещается, там что на чем. Причем даже понимание, типа, какая башня из кубиков должна упасть, а какая нет. Это, кстати, сложная задача. Да, и так далее. И самое, кстати, вот я упоминал, самое потрясающее – это вот эта интуитивная психология. О том, что если кто-то куда-то движется, наверное, ему туда надо. И он чего-то хочет. И вот дети уже там до года начинают понимать, что вот там есть какой-то, например, агент, у человека, который куда-то идет. А второй человек встал у него на пути. И ребенок уже понимает, что вот это, значит, хороший человек, которому что-то надо, а это плохой человек, который ему мешает. И вот откуда это берется, кстати, не очень понятно. И как это передать компьютеру, тоже не очень понятно. Но, в принципе, да, проблема знания об окружающем мире – это, конечно, составляющая часть того, что нам нужно, прежде чем мы сможем по-настоящему понимать. Текст, да. Спасибо за главу. Вопрос такой. А как сейчас обстоят дела с детекцией сарказма? Ну, я не знаю, не следил за самыми последними достижениями. Если кто-то читал недавние статьи на эту тему, скажите. Ну, когда-то не умели, когда я последний раз смотрел. То есть какая-то надежда есть, да? Да, я сейчас… Kind of? Кто знает? Подскажите, пожалуйста, были ли попытки надстроить над пониманием как бы плоского смысла еще какие-то иерархии смыслов, уровни абстракции выстроить? Ну, я думаю, попытки были. Я думаю, что такие попытки начались в 60-е годы. И так вот они с тех пор и не очень успешные, мне кажется. То есть у меня такое ощущение, что пока мы еще не очень понимаем, как это должно работать. То есть казалось бы, да, есть какая-то ясная иерархия, типа вот есть объекты, они там объединяются в какие-то, не знаю, эйдосы, да? И эти эйдосы объединяются в следующие эйдосы. Но непонятно, как это все передать так, чтобы модель действительно распознавала объекты во всем их многообразии. Ну, то есть легко научить модель делать выводы, типа, не знаю, как там, если Гертруда овца, то она боится волков. Это вот если не пытаться обучить ее прочитать это в тексте, а просто задать это как формальную структуру, конечно, очень легко сделать такой вывод. Но люди же не получают этой формальной структуры ниоткуда. Они ее как-то обучают из окружающего мира. И как, непонятно. Да? Спасибо за доклад. Скажите, а были ли попытки совместить анализ текстовый и визуальный анализ? Ну, дело в том, что у нас очень сильно вообще анализ смысла, он во многом связан именно с визуальным анализом, то есть с тем, что мы можем понять, именно представить визуально. Ну, например, понятно, что собака в какой-то мере похожа на кошку. Или если мы, например, зададим вопрос, можно ли поместить стакан в бутылку, мы можем представить это себе и ответить на это. Ну, если не представить, то и не ответишь, конечно. Стаканы и бутылки разные бывают. Но, конечно, есть много моделей, которые связывают картинки и текст. Но, скорее, это обычно в контексте, скажем, порождения подписи под картинками. А именно действия, которые происходят из видео. Да, извините, кстати. Модели, которые порождают подписи под картинками, они очень хорошо находят на картинках объекты. Уже прям замечательно. Но их ошибки обычно, вот такие смешные, странные ошибки, они связаны именно с тем, что модель не понимает соотношения между этими объектами. То есть она видит, что там машина, люди, что-то такое. Но понять, что эта машина перевернута и вот-вот задавит этих людей, она не может. То есть это опять какой-то вопрос такой интуитивной физики и понимания самой сцены как таковой. А тем временем… О, у нас рекурсия. Давайте, наверное, пока тут технические сложности, если есть еще вопросы. Я техническая сложность. Все, я тогда самоустраняюсь. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!